Фильм, фильм, фильм новосибирской кинокомпании Аурумфилм «Подарите мне минуту» участвует в общероссийской народной премии «На благо мира». Мы собрались тут, чтобы поддержать этот фильм. У нас в гостях режиссер, руководитель кинокомпании Олег Захаров. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. И, между прочим, Саша тоже имеет отношение к этому фильму. Он озвучивал одну из ролей. Да. Актеры там русские. Почему пришлось озвучивать? А ситуация какая? Это надо коснуться истории создания этого фильма. Вообще он снимался в Геленджике. Так. Вот. Мы там были в командировке, мы были в детском лагере, снимали детское кино. И решили попутно снять еще маленькое кино. Да. И родилась идея вот этого короткометражного фильма, и мы решили его реализовать. Вот. Значит, взяли девушку из лагеря. Вот. Это такая дебют у нее была. Она не профессиональная актриса. Все. И взяли профессионального актера из Геленджика, Владимира Тибенко, с которым мы уже работали до этого. Вот. Он много снимается, он там работает в театре. И вот мы такой небольшой компанией сняли короткометражный фильм. А потом вернулись в Новосибирск. И, соответственно, в Новосибирске решили переозвучить. И я... Мне... Вот лично мне нравится голос актера Владимира Тибенко. А ему самому не очень. Это была его просьба, да? Да. Поэтому он говорит, Олег, переозвучивай. Вот. Все. Доверяю тебе и так далее. И я думаю, ну, кем же переозвучить? Значит, перебирать в голове всех-всех знакомых творческих людей, актеров. Когда я думаю, кто бы кто. Я открываю список друзей ВКонтакте. И про Александра вспомнил, потому что мы с ним тоже работали. И я подумал, что... Ну, кто лучше, чем я. Ну, я-то имитирую. Я стараюсь имитировать голос именно того актера, кого озвучиваю. Да, да, да. Совершенно верно. И это удалось. И поэтому сейчас, по прошествии времени, когда я уже, так сказать, немножко отвлекясь от этого фильма, смотрю его, мне кажется, что это Владимир говорит. Что это его голос. Но по поводу фестиваля, точнее, народной премии на благо мира, что за премия и почему вы решили в ней поучаствовать? Тем более, что фильм был снят намного раньше, чем это премия. Пришло приглашение. Да? Вот так делается на премиях. Да, пришло приглашение поучаствовать. Вот. Я ознакомился со всеми там условиями и подумал, почему бы нет. Вот. Вообще, я очень так спокойно отношусь к разным кинофестивалям, премиям. Конкурсам и так далее. Потому что, как изначально я начинал, и на сегодняшний день до сих пор, это мое самое основное желание, снять фильм для зрителя, чтобы посмотрел зритель, ему понравилось. Количество наград, да, оно приятно, когда ты получаешь какую-то награду, там, тебя признало, значит, какое-то компетентное жюри, там, и так далее. Вот. Это приятно. Но для меня это не самая главная цель, потому что я вот... Очень много у нас есть режиссеров, у которых полно-полно-полно всяких наград, но фильмы их никто не смотрит, ну, грубо говоря, обычные зрители. Хочется попасть в другую категорию, когда бы люди обсуждали фильмы, говорили, да, здоровский фильм, а кто его снял, никто не помнит, неважно, и так далее. Вот. Но мне кажется, вот я хочу вот в ту категорию, во вторую попасть. Вот. Поэтому, ну, тут пришло приглашение, и мы решили поучаствовать. Да, действительно, фильмы участвуют, там еще довольно-таки длительно будет идти голосование. Ну, на благо мира из названия понятно, что премия, она такая, социальная, как и ваш фильм. И надо сказать о сюжете фильма немного, что на самом деле там один человек случайно спасает другому жизнь. Да? Ну, не совсем случайно. Вообще, идея родилась после просмотра мною документального фильма. Это есть в Китае реальный человек, который в свои выходные дни, у него есть выходной день, там, да, в неделе, он приходит на мост. Не помню уже имени его, и какой город. Есть мост самоубийц, вот, с которого прыгают очень часто люди. И он приходит и дежурит на этом мосту. У него уже определенный опыт есть, он вычисляет тех людей, кто собирается это сделать, подходит к ним и отговаривает. Не просто отговаривает. Вот я смотрел про него большой документальный фильм. С кем-то он, говорит, он показывал шрамы, с кем-то он дерется. То есть он реально вступает с ними в борьбу, пытается их не пустить туда. И за год он спас больше ста человек. Поэтому он знаменит во всем мире. Скажите название документального фильма. Ни названия не помню. И, соответственно, китайского имени и фамилии, так сказать, тоже не помню. Но можно набрать в интернет. Интернет нам поможет. Это все. Он даже его номер телефона потом официально был внесен в список вот этих вот телефонов служб спасения, доверия и так далее. То есть он такой довольно-таки знаменитый человек. И он вот этим занимается. И я подумал, почему бы нам тоже такую историю не реализовать. Она немножечко другая. Она такой с мистической. Да, да, да. Здесь немножко мы добавили до такой художественности. Вот. А вообще фильм этот, когда мы его сняли, выложили в интернет, на нашем канале, все, он, ну, я расстроился, потому что было не так много просмотров, как мне хотелось бы. И я так немножко... В этом всегда вопрос пиара и маркетинга. Совершенно верно. Не принимайте на свой счет. Нет. А потом я очень обрадовался, потому что через некоторое время в Фейсбуке, значит, группа одна выложила этот фильм, и он набрал на сегодняшний день 7 миллионов просмотров. Сразу же подхватил сайт Одноклассники. В Одноклассниках мы там посчитали больше 10 миллионов разных. Правда, пираты выложили этот фильм с другим названием. Есть версии с отрезанным названием даже. Вначале они отрезали название оригинальное и выложили с названием. Чаще всего он сейчас встречается. Иногда ангелы приходят в образе обычных людей. А на сайте Одноклассники даже вышла еще одна версия с очень простым названием. Молодец, мужик. Вот даже с таким названием можно найти этот фильм. Он там выложен в плохом качестве, все. Но вот, да, и аудитория подхватила, и начала смотреть, и даже многие знакомые говорили, ой, мы там вот случайно увидели фильм, и потом только поняли, что ты его сделал и так далее. У меня тоже на стене ВКонтакте он есть. А у меня реклама есть. Я не помню, сколько просмотров было, но комментарии оставила девушка, что, типа, ну, бывают разные фильмы. Она написала, что, ну, эта история просто трогает до глубины души. Вот он написал. Доставай из кармана рекламу мою. Хорошо. Режиссер и руководитель компании «Аурумфилм» Олег Захаров у нас в гостях. Мы обсуждаем его творческую жизнь. Начали с фильма «Подарите мне минуту» и историю уже создания рассказал нам. И Саша даже озвучил этот фильм. Я даже поучаствовал, да. А фильм участвует в общероссийской народной премии «На благо мира». Где-то можно за него проголосовать. Да, совершенно верно. Это сайт, если не ошибаюсь, «На благо мира.ру». Вот, там выложены разные работы по разным категориям. Там полнометражные фирмы, короткометражные. Это в какой номинации сейчас? Мы попали в номинацию видеоролики. Но это, причем, организаторы, да, сами это все там распределяли. Да, туда можно зайти, оставить свои там голоса, комментарии. Много у вас конкурентов? Если не ошибаюсь, больше десяти, по-моему, пятнадцать. Смотрели их уже? Да, посмотрел, там всех работы хорошие, потому что очень хороший отбор происходит. Известные люди это снимали тоже? Разные есть люди из региона. Абсолютно разные работы, да. Есть, ну, что касательно полнометражных фильмов, там есть очень такие сильные, скажем так, и бюджетные, и так далее. Вы вообще все там успели посмотреть уже? Ну, я познакомился, конечно, мне же интересно, кто где, в какой там категории участвует. Не нельзя спросить о вкусе устриц, не попробовал. Да, разные там абсолютно работы, вот. Но здесь, опять же, чем хорошо, тем, что люди голосуют, зрители, вот. Но еще раз повторюсь, все-таки надо, я считаю, надо спокойно относиться ко всем этим голосованиям, премиям, то есть не создавать большого ажарта. Олег даже не агитирует голосовать за него, он просто агитирует зайти на сайт и посмотреть, и честно выбрать то, что вам понравилось. Конечно. Вообще, про фильмы и про вашу студию, Аурумфилм, есть полнометражные какие-то фильмы? Вообще, какие, что вы еще снимаете? Актеры у вас постоянная труппа, или все время вы набираете новых? Над чем сейчас работаете? Да, тут, я думаю, что если рассказ, это будет очень такой длинный, длинное повествование. Начал я в 2007 году с очень простого желания снять фильм. Вот, такое простое желание. Попробовать, снять. Было желание снять вообще фильм или про что-то конкретное? Ну, это мы собрались с друзьями, поскольку мы все были спортсмены, это была такая история, боевик, вот. И было просто желание попробовать. То есть тогда не было никаких абсолютно амбиций в плане... Да был местный Джеки Чан какой-то. Не было никаких амбиций в плане каких-то кассовых сборов или заработка денег. Да просто для себя. Совершенно верно. И я считаю, это очень здорово, потому что для души, от души, когда делается, это хорошо. Но на сегодняшний день, конечно, уже накопилось и полнометражных фильмов с десяток, и короткометражных там несколько десятков. Так вот, летом мы уже третий год летим снова в Геленджик, там московские, значит, продюсеры и в Геленджике лагерь организовали очень мощную там уже и киношколу, и киносмены. Приезжают дети со всей России, мы с ними занимаемся, снимаем кино. То есть это детские фильмы вы снимаете? Да, это фильмы, да, в которых участвуют дети, они там участвуют... Я думаю, как вы платите актерам, если вы не гоните заказ в форме, а не как? Едой, да. Комфотом. На самом деле это, кстати, очень хороший творческий процесс, когда собираются все, чтобы сделать кино. Да, чтобы все хотят сделать так, чтобы понравилось зрительству, чтобы получилось хорошее кино. А если собираются люди, которые хотят заработать денег, вот здесь возникают проблемы. И такого тоже очень много. От коллег слышишь, что, ну, это больше в Москве, там, да, в каких-то столицах происходит, когда собираются люди, которые важны только деньги, им плевать на результат. Ну, соответственно, мы потом и видим этот результат. И зритель возмущается. Ой, а почему вот тут так плохо? Ну, возможно, потому что не хотели и сделать хорошо. Вот, там, кто-то заработал, ушел. А еще раз про вашу труппу актерскую. Это постоянная студия детей, которые туда постоянно ходят, или вы все время для разных фильмов набираете разные? По-разному, абсолютно. То есть, изначально это были, конечно, круг знакомых и друзей. Потом стали подтягиваться еще и еще и еще разные люди. На сегодняшний день есть те люди, с которыми уже такие доверительные отношения, и с которыми хочется снимать, и которые хотят сниматься. Это такой костяк, грубо говоря. Дети разные абсолютно приходят. Как вам попасть? И с рано в киношколу. Вот, очень много в интернете так пишут, как попасть. И мне нравится все время, одна девушка написала, что нужно сделать, чтобы у вас сниматься. И я ей абсолютно так честно пишу, говорю, да, в принципе, ничего не надо делать. И она мне пишет, так я ничего и не делаю, что вы меня не берете? Она говорит, я же ничего и не делаю, ну что вы меня не берете? Действительно, попасть на сегодняшний день очень просто. Позвонить вам? Можно позвонить, можно написать в социальных сетях. Но здесь какой момент? Некоторые люди как думают, что вот он написал мне, здрасте, я хочу сниматься, мечтал всю жизнь, сейчас мне там уже 40 лет. А у вас уже пакет ролей для него готовых как будто? Да, и он думает, что пакет готовых ролей. И здесь не то, чтобы я там не хочу или это, просто, во-первых, нет возможности. Во-вторых, я как говорю, вы проявляете больше активности. Потому что есть, допустим, приглашение там на массовую сцену или в эпизоды. Я это выкладываю, объявления. И что-то они не набегают, эти люди, где они там спят или ленятся или что. Вот, а потом, ой, я просмотрел. И главное, некоторые пишут, абсолютно незнакомые люди. Ну, как будет, что, ты мне напиши. То есть я теперь должен озадачиться, помнить про него и как что сразу ему писать, этому человеку. То есть, мне кажется, вот... Подпишитесь на группу Ауру, и вы не пропустите приглашение на съемки. Что? История? Конечно, нам обещали. Эфирное время коротенькое. У нас, конечно, хотелось бы поговорить еще и про то, каково это снимать новосибирские кино, каково это вообще с детьми работать и как написать сценарий, и как вообще выбрать тему для фильма. Как звезд затащить в свое кино. Тем более, что здесь десяток уже за плечами у Олега. Но я думаю, что это все будет поводом для еще одной встречи когда-нибудь. Ну, а пока, напоследок, забавная история жизни, пожалуйста. Да, она будет связана немножко со съемками, немножко с этим моим любимым Геленджиком уже на сегодняшний день. Мы возвращались со съемок, это было прошлое лето. И очень интересно, такой забавный случай случился на контроле. Не пропускали... Собралась огромная очередь, потому что не пропускали женщину, которая везла в подарок, видимо, своему ребенку, лук. Обычный лук со стрелами, который был куплен в детском мире. Причем это было видно, что он из детского мира. Он был такой красочный, действительно. В узорах. Да, и он был в упаковке. И вот на контроле, значит, возник такой у них конфликт. И ей, значит, говорят, это оружие. Куда вы вроде его несете в самолет? В упаковке у детской. Да, распаковывайте, распаковывайте, рвите это. Это была прозрачная даже, помню, какая-то упаковка. Давайте вскроем, давайте посмотрим. Вся очередь хохотала. Свободу Робин Гуду! Вроде неужели вы думаете, что она попытается взять в заложники нас с помощью трех стрел и этого лука? Но, тем не менее, был серьезный спор, потому что пока они его там не открыли, пока они не удостоверили, что это все-таки пластмасса или как, ну, мы похохотали. И я подумал, что, наверное, может быть, даже чересчур. Будьте осторожны, даже детское оружие это оружие. Кстати, о подарках. У нас есть рубрика «Раз в году мы поздравляем неименинников, наших слушателей». И мы знаем, что сегодня у Олега день рождения в семье. Совершенно верно. Поздравляйте. Да. Сегодня у моей супруги день рождения. Вот так совпало, что я в эфире, поэтому могу уже здесь, или, скажем так, еще раз здесь ее поздравить с этим замечательным днем. Как зовут? Анна. Анна, вот. С днем рождения! Да. Анна тоже снимается в кино? Помогает, помогает на всех этапах. Здорово. С днем рождения вас. Вам, Олег, удачи с народной премией. Даже если вы ее не получите, мы с вами знаем, что самое главное в кино, правильно? Народное признание. Олег Захаров, был у нас в гости. И мы тоже со всеми прощаемся. До завтра в студии Радио 54. Для вас сработали Талалаева Настя. Александр Царетин. Лиолетта. Пусть здоровы. Всем добра и позитива. Живите интересно. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok